Первый в регионе многофункциональный центр для комплексного обслуживания предпринимателей и юридических лиц открылся в Иванове чуть меньше года назад. Предполагалось, что новая площадка станет навигатором для бизнеса и поможет экономить время тем, для кого оно деньги. Для профильного департамента создание подобной структуры было одним из пунктов развития сети МФЦ. Соответствующие задачи обозначал и федеральный центр. Когда мы завершили строительство сети в 2015 году многофункциональных центров с уполномоченным центром в городе Иваново и с рядом муниципальных МФЦ, перед нами стояла задача развития сети МФЦ. И вот тогда встал вопрос о том, чтобы в региональный план развития сети многофункциональных центров включить отдельным мероприятием создание многофункционального центра для бизнеса. Параллельно с этим развивался вопрос на федеральном уровне. Рекомендации, которые мы получали о том, что это должны быть отдельные центры оказания услуг. Вопрос обсуждался в 2016 году на Совете по стратегическому развитию при президенте Российской Федерации, где было установлено, что не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации такие центры оказания услуг для бизнеса должны быть созданы. Шереметьевский проспект 85Г. Предприниматели в режиме одного окна могут получить целый набор услуг. За год специалисты центра обслужили более 11 тысяч человек. Одни посетители подкованы и четко знают весь алгоритм той или иной операции. Другие только планируют открыть свое дело и просто консультируются, с чего начать. Сейчас в перечне 45 федеральных и муниципальных услуг. Чтобы открыть свое дело, можно подать заявление минимум по трем из них сразу. Это регистрация непосредственно самого юрлица или ИП, открыть расчетный счет в банке, зарегистрироваться на сайте на налоговый личный кабинет, зарегистрироваться на бизнес-навигаторе поддержки малого и среднего предпринимательства. Это значительно упрощает жизнь, потому что сокращается время на разъезды по городу или, если предприниматели из области, то и по разным филиалам структур государственных. И уже не говори о количестве документов одних тех же, экземпляров этих документов, которые надо будет предоставить каждое ведомство и везде просидеть в очередях. Планируется, что до конца этого года МФЦ для бизнеса обрастет еще целым комплексом сопутствующих услуг. Бухгалтерское, налоговое, юридическое сопровождение, онлайн-кассы и даже подбор помещений и услуг связи. Все это в одном окне. В день здесь обслуживают порядка 50 клиентов. Работает 12 окон с 9 до 18 часов каждый будний день, без перерыва на обед. Очередей практически не бывает. Впрочем, с каждым месяцем поток клиентов увеличивается. Никто не отменял сарафанное радио, да и сами специалисты МФЦ плотно работают над привлечением клиентов. На площадке многофункционального центра проходят различные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас открыт образовательный проект «Бизнес-школа». Каждую неделю мы проводим образовательные бизнес-тренинги, мастер-классы. Соответственно, все большее количество предпринимателей узнают о многофункциональном центре и обращаются к нам за услугами. Сеть бизнес-центров в регионе будет расти. Офисы уже есть в Иванове и Кинишме. В этом году бизнес-окно появится и в Шуе. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иванова.